Сейчас на вашем внимании я продемонстрирую, как работает приложение iControl EV2012. Самое новое приложение, которое доступно в App Store, либо в Android-маркете Google Play. Данное приложение позволяет управлять основными функциями устройства ресивера. Можно выбирать источники, это может быть Blu-ray, DVD, спутниковое телевидение, DVD-рекордер, HDMI, различные разъемы, которые есть, также интернет-радио. Потом, помимо основной зоны, можно управлять другими зонами. То есть это те, скажем, устройства, которые можно включать опционально. Также регулируется громкость, выбирается источник. Потом можно управлять Blu-ray-плеером. Основные функции, которые доступны, это воспроизведение, переключение дорожек, регулирование громкости. Также можно передвигаться по меню. Здесь есть пятипространная кнопочка вверх, вниз, влево, вправо. Как удобно. Также можно включать субтитры, выбирать дорожку. Потом есть дополнительные настройки различных технологий. Здесь можно включать дополнительные функции, регулировать бас и другие вещи. Также можно отрегулировать баланс, где будет находиться зритель, как близко, как оно дальше, в зависимости от того, где он располагался. Также можно настроить эквалайзер под себя. То есть такая штука интересная. Помимо этого, здесь есть еще возможность посмотреть данные классической перебровки. То есть то, что было, допустим, до и после. То есть можно увидеть как в 3D, так и в 2D. То есть можно посмотреть на одну колонку, там левая, правая. Либо на обе. То есть то, что было до, то что после. То есть можно увидеть результаты. То есть меняется информация. Также можно увидеть информацию о том, сколько включено колонок. И есть еще дополнительные настройки, там выбрать какие у вас устройства подключены. Режим управления эксперты, пользовательский обычный. То есть, наверное, и все.